Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Алиса Ермакова, управляющая клиники Медлайн. Алиса, здравствуйте! Ну и расскажите, наверное, в первую очередь Медлайн, клиника, которая есть в Рязани. Вот она есть только в Рязани или это сеть каких-то клиник? Наша клиника не единственная в стране. У нас есть клиника Медлайн в Кемерово, в Новокузнецке, в Барнауле и в том числе в Рязани. А какое-то принципиальное отличие клиники? Ну, у нас на рынке медуслуг, да, предоставлено достаточно много медицинских учреждений, в которые человек может пойти и как-то решить свои проблемы. Да, вот в чем отличие именно клиники Медлайн? Ну, наша клиника Медлайн, она занимает свое только определенное место и заняла свою нишу, наверное, своей спецификой. У нас достаточно узкоспециализированные направления, это проктология, урология и, как смежно еще, дополнительная гинекология идет. И, наверное, большой плюс и большая, ну, большой действительно плюс для клиники, что мы специализируемся именно в этих направлениях и позволяем себе осуществлять не только консультативный прием, а также полностью лечебные мероприятия для пациентов, сопровождать их от начала заболевания и в процессе выздоровления и вместе с ними потом проходить весь этот путь и полностью здоровыми уже выпускать, да, из клиники. То есть в этом большой плюс. А вообще какой плюс в том, что узконаправленность? Во-первых, мы можем позволить себе искать лучших врачей в этих направлениях, мы можем позволить себе их обучать, а также закупать новейшее оборудование и вот именно в этих направлениях, да, то есть брать пациентов большего спектра заболеваний, колопроктологического, расширяться и физиопроцедуры всевозможные, потому что все равно заболевания у всех протекают по-своему, есть индивидуальные особенности и задача не просто дать пациенту то, что у нас есть, а задача по максимуму расширить наш спектр услуг и именно нужные для пациента услуги предлагать. Ну вот, наверное, в плане пациентов, да, и услуг, ну, наверное, человеку, опять же, удобнее не сидеть где-то в очереди, да, в больнице, ждать, когда тебя примут, потом идти в другую очередь к другому специалисту, то есть, наверное, это гораздо удобнее. Вообще, как вот в плане обслуживания пациентов обстоят дела в клинике? С бесплатной медициной мы даже не конкурируем, вернее, она с нами не конкурирует, да, потому что наша задача сопроводить пациента на всем протяжении от его звонка в нашу клинику и до процесса, когда завершается лечение. Весь персонал обучены и не только высокопрофильные врачи, но также это и операторы колл-центра, которые у нас существуют, это администраторы, которые встречают, это медицинский сестринский состав, потому что на каждом этапе пациенту очень важно понимать, что с ним происходит. От момента, когда администраторы понимают деликатно с тем, с которыми они приходят, операторы, которые уже, когда пациентам звонит, они могут рассказать о том, какие услуги у нас представлены, и что немаловажно, как подготовиться к визиту, к проктологу, к УЗИ, как подготовиться, что с собой иметь, как приходить, да, потому что очень часто, если мы идем в больницу и никогда у нас не было подобных проблем, ладно бы найти врача и попасть к нему, но когда мы приходим, мы не всегда знаем, что нам нужно при себе иметь, как быть подготовленным, как будет проходить обследование, достаточно деликатные темы, и очень часто пациенты от нас уходят со словами, почему мы не пришли там 2-5 лет назад, зачем мы так долго мучились, когда оказывается все так легко, просто, практически безболезненно, и быстро решаются проблемы, с которыми так долго готовились прийти, боялись именно переступить порог и как-то вот эту тему начать решать. Чаще всего люди с какими проблемами обращаются. Решаете какие проблемы, опять же? Если это проблема к проктологии, да, в основном, опять-таки, да, для зрителей будет понятно на самые такие вот обиходные названия, это геморрой, это трещины, это бахромки, это любые вот такие проктологические нарушения, которые есть. В любом случае профессиональные врачи наши проводят обследование, это аноскопия, это ректороманоскопия, это и опрос пациента с более точной постановкой диагноза, при которой уже понятно, как следовать дальше с пациентом, какие назначения ему, либо какие процедуры, либо это малоинвазивные процедуры типа легирования латексного, которые позволяют решать достаточно быстро проблемы без отрыва от производства, то есть не нужно будет это без стационара, без больничных листов, но и достаточно в короткие сроки. Для пациентов это очень важно, потому что ритм жизни у нас у всех сейчас такой, что хочется жить и не отвлекаться ни на какие проблемы, да, когда мы их решаем, то тоже решить их хочется прямо быстро, незамедлительно, и чтобы было удобно. И в этом смысле очень важно не затягивать с визитом, и чем быстрее, чем на более ранних этапах с тем же, например, геморроном пациент обращается, тем проще, быстрее и меньше возможностей всевозможных осложнений, рецидивов в будущем появляется. Если мы говорим про урологию, то центр изначально планировался как центр решения именно интимных трудностей, которые стоят в сфере и у мужчин, и у женщин в том числе. Вопросы решения раннего семиизвержения, вопросы эрективной дисфункции. В нашем центре есть комплексные подходы решения этих задач. И в последнее время у нас стала задача развивать не только для мужчин данное направление, а также для женщин. Улучшение сексуальной жизни, получение удовольствия. Потому что в семейной жизни все-таки очень важно, чтобы оба партнера были удовлетворены друг другом, качеством семейной жизни, супружеской. И очень такое немалое значение и достаточно большое место у нас занимает такое сейчас направление новое, как эстетическая гинекология. Это направление на стыке гинекологии и косметологии. Использование гиалуроновой кислоты, филлеры, плазма лифтинг. То есть вот все такие щепетильные, деликатные темы, которые у женщин появляются, которые редко их озвучивают, в том числе, кстати, тема и недержания мочи бывает у женщин. Вот эти вопросы у нас в центре нашли решение, индивидуальный подход. И хотел бы отметить, что именно работа не косметолога в этом направлении ведется, а проводит гинеколог. Потому что здесь очень важно не просто какие-то эстетические моменты или удовольствия для женщин приобрести, а именно сохранить здоровье. Потому что этот вопрос может быть именно эстетический, а может быть физиологический. Поэтому грамотный подход к решению этого вопроса, он немаловажен. Исключение заболеваний, воспалительных каких-то заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем. Поэтому в любом случае, перед тем, как решать какие-то эстетические вопросы или вопросы такого удовольствия для женщин, вначале смотрим качество здоровья гинекологического и исключаем все заболевания, которые могут препятствовать и которые могут вызвать осложнения. В общем, здорово жить в 21 веке. Тем не менее, есть у нас у людей такая позиция, что к врачам неохотно всегда обращались. Как говорится, либо само пройдет, либо само отвалится. Как вы считаете, вообще сейчас в наше время люди охотнее идут к врачу, в том числе в платную клинику? Вы знаете, я сама хожу в платные клиники. Вернее, как я иногда захожу в бесплатные клиники, после этого я иду в платные и понимаю, что это гораздо дешевле, гораздо эффективнее и гораздо безопаснее и с большим сохранением эмоциональных каких-то сил и нервов. Поэтому пациенты, наша клиника завоевала уже доверие у пациентов, поэтому вот такое понятие, как сарафанное радио, для нас оно тоже существует. И пациенты знают, какими направлениями мы занимаемся. Они уже приходят к определенным врачам по решению определенных проблем. И хотел бы отметить в этом смысле тоже такой немаловажный фактор, как соблюдение санэпидем-режима, дезинфекции. У нас работает замечательно старшая медсестра. Это такие черные кардиналы в больницах, которых никто не видит, не знает об их существовании. Но вопрос о том, как стерилизуются инструменты, как обрабатываются. Это не вопрос, мусор лежит или не лежит где-то в углу, а это вопрос, летают бактерии или не летают в воздухе. Насколько не просто мы вылечимся, а насколько мы безопасно находиться в центре. Потому что мы доверяем свое здоровье врачам, когда к ним приходим. И надо отметить, наших врачей охотно обзванивают сами пациентов, потому что разные диагнозы бывают. И в процессе лечения либо какие-то обострения, либо как протекает. Если, например, вопрос касается протяженно-медикаментозной аборта, есть определенные сроки. И это не операторы у нас обзванивают, не администраторы приглашают на следующую встречу. По таким деликатным вопросам все-таки звонят сами врачи, поддерживают связь. Поэтому пациентам очень легко. Они всегда знают, к кому обратиться, что спросить. И у них не возникает вопросов, как жить дальше, какая-то трудность, куда идти и бежать. Сопровождаем пациента на всем протяжении лечения. А большой, кстати, персонал? Врачи работают в клинике. У нас достаточное количество и врачей, и медсестры, и административный состав. Конечно, мы смотрим и по запросам пациентов, и по возможностям центра. Потому что очень важно, чтобы не создавалась очередь. И темы, которые мы решаем, они достаточно острые и проблематичны для пациентов. И запись через неделю, через две неприемлема. И мы стараемся следить, чтобы не было больших наплывов пациентов. Потому что это действительно... Ну, бывают у нас времена какие-то праздники, либо копать картошку. И откладывают заболевания. И потом, чтобы не создавалась очередь, мы обязательно учитываем такие нюансы, особенности, чтобы пациент всегда мог попасть к врачу. Не только на первую запись, но и в дальнейшем, если возникли какие-то задачи, на второе, на третье посещение. Он также мог без длительных очередей... Администраторы у нас очень внимательно следят, чтобы пациент, перейдя в центр, он ко времени мог попасть к врачу, чтобы именно... Знаете, такие сервисные моменты. У нас в центре есть... Даже не то, что в Рязанском нашем центре, в сети клиник Медлайн, у нас существует сервисный комитет, в котором рассматривают все жалобы пациентов, все мировые стандарты, европейские в том числе, по обслуживанию пациентов. И сюда как раз сходят, да, как их встречать, что должно для них быть в центре, как должны общаться в том числе и врачи. Вот эти все такие тонкости, все нюансы, которые... Очень много неудобств бывает у пациентов на разных этапах лечения, чтобы сделать максимально... Не только доступное, да, а максимально вот такое... Не то, что семейную, домашнюю обстановку, а максимально спокойную, чтобы пациент лишний раз не напрягался, потому что, ну, приходит действительно ужас проблем. И наша задача не создавать какие-то дополнительные трудности, которые пациенту приходится преодолевать, а задача решать те трудности, которые он есть, да, для того, чтобы было комфортно, легко, и он мог выйти здоровым, со здоровой нервной системой, и, соответственно, с пролеченным заболеванием и со здоровьем в полном смысле слова. Вот, кстати, в плане доступности, ну, у нас люди любят всевозможные акции, бонусы и прочее, прочее, да? Клиника какие-то акции проводит? Регулярно, на ежемесячной основе. Во-первых, для пенсионеров, для инвалидов у нас всегда проходят акции, есть, ну, такие вот какие-то бонусные системы, и каждый месяц мы учитываем пожелания и пациентов, и запросы врачей, когда они видят, да, какую-то потребность, обязательно организуем. У нас на сайте обновляется регулярная информация, поэтому можно прослеживать все акции, все бонусы, которые мы предоставляем. Есть такая услуга, как семейная карта, да, то есть если пациент проходит у нас какой-то, например, курс лечения, то его родные, близкие, либо в том числе друзья, также могут с дополнительными такими услугами, скидками проходить услуги в нашем центре. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Алиса Ермакова, управляющая клиники Медлайна. Ну и, конечно, не болейте. Это была программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова